Сегодня необычная рыбалка, впервые открытие сезона будет на матчевую ловлю. Искренне в шоке от подарка, потому что пацаны взяли и вот так вот... А вот она, ребята, та рыба, за которой мы ехали, ребят. Да, ребят, происходит что-то интересное. Марьяна Оливайко, канал ее вы сможете посмотреть в ютюбе, она занимается реальным оржеванием, и вот там вот заняты места. Единственная прогалина, где нет льда. И мне сейчас она сделает приятное и полезное. Сама поморжует, а нам сейчас для уклейки, для плотвы расчистит немножечко вот этого льда. Посмотрим, что с этого получится, и с пользой дела. Поехали! Мне бы метр по ширине, Маш. Не-не, я шучу, ты занимайся своими делами, посмотрим, как оно получится, или нет. Нет, я сам не знаю, ребят, если получится коридорчик для заброса метров на 7-10, то рыба уже гуляет, и здесь крупная жирная уклея, плотва, будем ловить на матчевую снасть. Прикольно, да? Вот если нет, то будем как-то пробиваться там, где вот уже, видите, машины с той стороны сидят. Там есть течение небольшой струбы, и за счет этого получается вот такая вот рыбалка. Она проламывает лед и рыбачим. Маш, ну ты, наверное, занимайся своими делами, чтобы не переохладиться. Если что, Маша может сказать профессиональный морж, чтобы потом в комментах мне не писали еще девушку. Вот так вот. Она всю зиму этим занимается, у нее на канале больше 50 тысяч подписчиков, миллионы просмотров, как она зимой и летом, и зимой особенно. Ну, лед еще сильный, да, Маша? Ой. Чуть ютуб нас не забанил. Да. Ну, а рыбаки не против, конечно. Да, шикарно. Ребята, вам хорошо? Не, в плане... А, нет, 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 на самом деле нет. Ну, ты окунайся, Маш, окунайся. Не, Машунчик, наверное, чтобы ты не переохладилась. Боже, глядь, она продолжает двигать льдины, они еще полу такие, видите? Ну, лед уже кристаллический. Подписывайтесь на Машин канал, кто любит моржевание, особенно моржевание с девушками. И все, миссион комплита. Мы будем сейчас искать все-таки, ребята, места для рыбалки. Затея, конечно, так себе, но все-таки попробуем там, где Маша проломала лед. Сейчас прикормлю. Лудина там около метра есть. Я думаю, много не нужно. Вдруг подойдет рыбка. Половлю, если что, будем искать там, где уже есть прогалины побольше. Ну, там действительно много рыбаков. В этом месте так и не клюнуло. Но в следующий день мне таки удалось пробиться к месту, где лед отошел. Водоемчик, привет! Друзья мои, приветствую. Сегодня необычная рыбалка. Впервые открытие сезона будет на матчевую ловлю. Ну, по крайней мере, что у нас с этого получится? Фидерное будет удилище и матчевый поплавок, матчевая оснастка. Здесь ловится жирнющая. Покажу, какая рыба, но жирнющая. Ну, короче, вы там усаживайтесь поудобнее, чеку заварите и приятного просмотра. Ветку нашел старую. Обычно природу не обижаю. Рогачик из собой не взял, поэтому будет такой у нас самодельный рогачик. Удилище будет не матчевое, но соснастка, как я повторюсь, впервые я буду сегодня в Астере все показывать, рассказывать. Увидел, как на этом месте буквально день назад рыбачил рыбак местный. И отличные у него показатели были. Ну, а что у нас получится? Посмотрим. Ранняя весна. Рыба еще не проснулась, но если правильно находить подходы, то я думаю, у нас все получится. Итак, как я сказал, сегодня впервые я буду пробовать ловить на матчевую оснастку. Но для матчевой оснастки нужно и матчевое удилище. Ух ты, выход видела какой был? Это Лариска. Лариска была. Ага, Лариска, как говорится, это местная видра. Вот, но у меня есть только фидерная, пока еще не освоился. Вот, я думаю, оно не супер там отличается, но есть ряд отличий, углубляться не буду. Все, кто ловит на матч, не судите строго. Вот, будут делать. Для новичков будет интересно. Думаю, у меня получится даже фидером половить. Вот, хотя немножко другое предназначение. Но попробуем. Говорит, отдатор. Вон, смотрите, щука и плывет. Не знаю, видите или нет, но такая сантиметров сорок вон стала щучка. Давай. Вот, короче, прикол. Ага. Видишь, щука, смотри, пасется он. Прямо под бедем. Не то, чтобы здоровенная. Ну, как здоровенная, в смысле, там сантиметров тридцать. Но собак гуляет, щучка. Ага. Первый нюанс, не знаю, наверное, кто-то оснаст, кто-то нет. Но отличие матчевого поплавка, что он сам по себе отгружен. Это у нас вот шарк шестиграммовый. То есть я его сейчас должен опустить в воду. Бляха-муха. А мне рассказали, вот и начинается. Короче, ну, он должен, в общем, выставляться вот так. Получается уже нюанс есть. А он не выставился. Ну, ладно. Короче, здесь есть матчевые поплавки, где идет уже заранее отгруженная. Вот так вот. Вот, ладно. В общем, что-то смастырил. Сейчас, если у меня все получится, чуть позже вам расскажу про снасть. Вы там, бывалые рыбаки, регулируйте. Наживляю два опарика. Маленькие, даже не опарика, а вот такие пиночки. И забрасываю. Глубину поставил полтора метра. Кто-то как спиннинг забрасывает. Ну, попробую забросить как удочку. Ну, боже, ласлави. Не, это херня получилась. Ну, выставил так точно хорошо. Смотрите. Вчера там ловил кто-то на удочку, ребят. И не добрасывал до точек, где стоит рыбка. Клево не было. Вот. Наша задача сейчас забросить туда. Видите, еще лед стоит, между прочим. И наша задача забросить туда под кромку льда. Ну, пробуем дубль два. Видите, куда я забросил? Прямо на... Опа. Четко. Он по льду прям стоит. Смотрите, смотрите, поклевочка идет. Оп. Идет поклевка. Так, активно так. С учетом того, что довольно жирный поплавок. Ну, сейчас глубину чуть увеличил. Где-то полтора метра поставил. Все. Прям провело так. Давай. Блин, интересно, капец. Ребята, кого-то поймал, прикиньте. Интересно. Кого-то поймал. И это у нас вот такая вот плотвишка. Но такую плоту убрать не будем. Ну, потащила хорошо. Ух. С почином нас, ребята, на матчевую снасть. Иди, пока плыви. А мы будем сейчас уклейку вылавливать. Вы поняли? Щука кружит, уже третий раз выходит. То не дождешься ее, то вот так вот. Раз щупачечек. 25-30 сантиметров. Вот. А сейчас попробую закормиться, потому что ура! Поклевка уже есть. Рыба на точке есть. Сейчас будем... Песка добавлю сюда. Это такая вот прикормка у местных магазинов. Чуть-чуть бахну так. Оп. Она сама по выгляду как песок. Смотрите, какая наглая. Давай. Смотрите. Вообще вот она стоит. Вон, щух. Шмыгнула. Я тут прикормил, она мою клею тут разгоняет. А вот она, ребята. Глубину поставил полметра. И вот та рыба, за которой мы ехали, ребят. Вот она, жирнющая. Классная уклейка. Ух. Это мы даже возьмем. Видите? Такая ух. Кайф. Димыч с Фишн-Роя, с которого вы увидели в видео, подарил мне подарок. Дюха у меня недавно была, ребят. Это обалдеть просто. Я говорю, слушай, надо в чем-то рыбу возить. Он говорит, окей. И я захожу просто к ним в гости. А купить, кстати, вот этот костюм, который мне сделала жена, подарок. Потом сделала на него обзор. Софт-шелл тема. Вот. Короче. Сейчас мы будем красиво хранить в нем рыбу. Покажу более подробно, что это такое. Я был искренне в шоке от подарка, потому что пацаны взяли и вот так вот. От души, от себя, Димыч, спасибо огромное. Смотрите, что подарил. С вами первый раз распаковываю, но на витрине я это видел. Не терпится. Смотрите, какая тема. Мусор я уберу, конечно же, и за собой, и после себя, и перед собой. Это вот такое вот ведро. Фишбокс, короче, ребят. Смотрите, бэм. Новенький вообще. Еще, короче, не видел ни рыбы, ничего. С линейкой вот такой. Кому интересно, тоже заходите в фишбокс и покупайте. Это не реклама, это просто подарок от друга рыбака. У меня шульки большие, всегда непонятно какой размер. Смотрите, размер уклейки. Ну, меряют от начала плавника, короче, где-то 14 сантиметров в размер уклейки. Ну, как же без помощницы. Сейчас она, чтобы не мочить все, будет черпать мне сюда. Вообще так не делают. Вообще, эта сумка, вы поняли, для перевозки рыбы. Но мы хотим, чтобы там весна, открытие. Тем более, первый раз ловим на матчевое удилище. И оно уже дало две рыбки. Вот. Две? Да, да. Только мусора, не набрасывай, чтобы было чисто. Да, вот видишь, ты туда. Сейчас начерпаем. Потом, в общем... Опа, уже клюет, ребята. Забрасывая оказалась недалеко. О, и глубина буквально сантиметров 30-40. Хотя, начиналось с полторы, а то и два метра. Так. Ох, смотрите, какая шестиграммовый поплавок тягает только так. Хорошая жирная уклея на три пинки. Есть. Давай, подруги. Ну что, несколько рыб поймано. Попьем чайку. Вы там тоже по традиции заварите. При этом, уже и тепло, но довольно зянко. Поэтому, без чайка тут делать нечего. Все, заваривайте и давайте. Можно куда уходить, что бросать. Можно, по сути, как фидерная рыбалка. Благодать. Весна. Многие просили поплавочную удочку, а я вам сразу мачиваю. Сам буду учиться. Мне очень понравилось. Эта тема буду продолжать. Опа, опа, опа. Это кто? Это хорошенькая плотва. Вы поняли? Ну как хорошенькая? Плотва. Взяла. Это заглотила. Емое. Нам тебя отпускать. Хотя, сейчас тебя уже брать можно. Но, пока я тебя положу, давай, посуети тут. Ух. К сожалению, рыбачим, ребята, под такие звуки. Ну, всем мирного неба. Чтоб все было всеми хорошо и со здоровьем и так далее. Вон, юные энтузиазмы пришли на спиннинг побросать. Видите, кромка льда. Еще все во льду. Ну, но, тем не менее, уже класс. Респект парням, молодым, которые вместо того, чтобы фигней страдать, рыбачат. Оля говорит, подальше забрось. Потому что тут плотва мелкая. Я вам не показываю. И раз, глубинка. Вот такая у клея подальше ловится. Классно. Кто-то нюхачет. Интереснейшая рыбалка, ребят. Интереснейшая. Буду развивать. Если вам тоже нравится, лайчишку. Ребятушки, сейчас вам покажу снасть. По крайней мере, то, что у меня получилось, и то, что уже ловит рыбу. Понятно, что бывалые рыбаки, которые ловят на матчевую снасть, скажут, что может что-то не то, поправляйте. Пишите в комментариях. Во-первых, нужны стопорки. Вот первый стопорок, который нагрузил. Сам поплавок идет у меня на карабине, чтобы не закручиваться. Вот, обратите внимание. 6 грамм, довольно длинный. Ну, в принципе, подойдет. За счет того, что он сам не отгружен. Второй снизу стопорок идет. И такая скользящая еще оснастка идет. Обязательно груз должен скользить. Насколько я посмотрел видос и так далее. Да, еще один нюанс. Я это все мастырил на фидерном шнуре. Значит, шнуре, что не совсем гуд для матчевой ловли. Тут, мне кажется, нужен, и не кажется, а точно, нужна леска. И поводок. Я видел, многие ставят побольше, но у меня поводок сантиметров, наверное, 20. Уклеечка не крупная, но приятная. Вот такая красоточка. Вот такая весенняя, жирнющая. Сейчас уже заметил, что можно делать проводочки. Забросил в разные места. То есть, ищешь рыбку благодаря вот этой снасти. Если не клюет, подматывает чуть-чуть. Вот, в принципе, тот же, как на фидер подмотал, показал рыбке презентацию наживки. И чаще всего после небольших подмоточек идут поклевки. Вот, ну, прикольно. Так, так, так. Уже вечерочек начался, ребята. Немножко пасмурно. Если бы солнышко было, вообще поклевочки были активнее. Рыбка выходит гулять. Но, тем не менее. Ну, смотрите. Оп, 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 оп. Кто такой жирный? А, а. Это красная перочка. Сегодня еще такой не было. Смотрите, раз, залетела. Сразу ее... Не, в принципе, ее сначала положим. Оп. Смотрите, как ведет. Оп. Да. Наша. Мелочь, но весенняя на новую снасть очень приятно. Я такой отвернулся. Оно как поведет. Если это уклейка, то это здорово. Не, ты прикинь. Вот такая красоперка, ребят. Еще больше. Без прикормки, да? Вот так он зацепило. Ну, почти в ладошку. Класс. Увидел выход уклейки вот там вот далеко. И наша задача туда сейчас бросануть. Как спиннинг. Видишь, рыба гуляет. Куда? Бэмс, видите? Аж под самую кромку. Вот там где-то и выход был. Посмотрим. Опа. Да ты что, кайф. Это уже уклеечка. Не крупная, но тем не менее. Ребят, весна. Это, по крайней мере, больше поймано, чем за два фидерных выезда с пацанами. Причем один из них на Днепре. Засек, а там рыбка стоит. Думаю, что он так медленно? Можно даже сейчас глубинку убрать меньше. Это уже покрупней. Вот это да. Жор у клейки. Лед он стоит. Видите, я под кромку бросаю. Это прикол, конечно. Конечно, кто знает, что за рыба это одна из самых вкусных рыб. Друзья мои, ну что, с открытием меня на матчевую рыбалку, думаю, вам было бы полезно. Димыч, спасибо за вот такую сумку. Рыба вот. Оснастку показывал. Сам буду учиться. Буду продолжать. Пишите, кто уже профессионал в этом, либо поопытнее, пишите ваши рекомендации. Мне реально понравилось. Буду ее применять на разные виды рыб и даже, может быть, по крупной рыбе. В общем, если было интересно, лайк, подписка. До следующих выпусков. Экспериментальных, интересных и так далее. Всем медного неба и не хвостаньте шеи. Пока-пока.